Вы поддерживаете решение Дмитрия Медведева отказываться от западных продуктов еще полтора года? Сейчас какая-то есть динамика, улучшение сельского хозяйства, подъем, улучшение всякого. Люди только начинают развиваться. Зачем это? В дальнейшем в Советском Союзе сможем автономно жить. Я вообще против санкций. Мне кажется, дружить надо. Правда? Мы же живем в таком мире сейчас открытом. Нам не нужны железные занавесы. Наверное, так. Даже на продукты. Помним времена, когда только крестьянское масло было в магазинах. Не хотелось бы снова те времена. Правда? Пусть будут открыты. А мы будем стремиться к такому же уровню. Ну, в принципе, да. Да. Надо на своем стоять в любом случае. Первый этап вот этих вот санкций особо не было замечено. Там, в общем, количеством населения. Вот это отсутствие вот этих продуктов. Поэтому я думаю, я думаю, в принципе, в любом случае надо помещать чем-то своим. Надо как-то поддерживать свою продукцию. Поэтому, мне кажется, это правильно в любом случае. Нет, я не думаю, что я готов его поддержать. Но мне кажется, это просто запрет-то открытого рынка, что не очень хорошо. Вот. А так. Мне каотичных вполне хватает. Вот. Но это несвязанная вещь. Можно согласиться с его предложением. У нас же свое. Есть помидоры, есть огурцы, есть арбузы, возили, будут возить, дыни возили, будут возить. Надо конкретно смотреть, чего касаются санкций. Я считаю, что продукты, которые доступны для покупки здесь, не соответствуют качественно заявленному абсолютно. Это все, что касается сырной продукции, наверное, прежде всего, потому что я очень часто ее использую в кулинарии, там, как что-то готовлю. А потом вообще сырная и все, что связано с кисломолочной продукцией. Вот. И хотелось бы видеть, например, чеснок не китайского производства, а какого-нибудь другого. Это, на самом деле, я считаю, даже положительно отлияет на экономику. Я думаю, мы будем улучшать производственные мощи каждый день. Эта мера направлена больше против российского населения, чем какие-то санкции с нашей стороны, лишь усугубят ситуацию. Зачем? Ведь, чтобы нарастить наше производство, потребуются годы. Мы не готовы прожидать, тратить на это свою жизнь. Ну, возможно, но я не думаю, что получится что-то на том же уровне качества.